Вы слушаете Радио России, Ульяновск. Добрый вечер всем, кто нас слушает. У микрофона Алексей Сорокин. Сколько в России талантливых музыкантов, заслуживающих славы и внимания. К сожалению, в условиях, когда музыка превращается в бизнес, многие имена просто не попадают в поле зрения широкой аудитории. Но если музыкант долго и упорно идет к своей цели, он достигает высоких вершин. Примером этого стал герой нашего сюжета – гитарист, композитор Михаил Оленченко. Кто-то помнит его с тех времен, когда он играл в составе группы Александра Малинина, а кто-то знает и любит его по выступлениям с автором-исполнителем Светланой Копыловой. Но прежде всего он интересен как самостоятельный музыкант. В репертуар Михаила входят собственные сочинения, обработки джазовых мелодий, народные песни и признанная классика. В нашей студии гитарист, композитор Михаил Оленченко. 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 инструменту как гитара но все началось наверное с двора я родился в поселке в подмосковном и во дворе ребята играли на гитаре пели песни и первые аккорды мне показала сестра она играла на гитаре а был и высоцкий и розенбаум наверное да все было воскресенье тогда слушали машину времени я учился у всех понемногу сначала в группе там у старших ребят я играл с ребятами постарше потом музыкальной школе учителя так по записям много учился у меня тогда впечатлил по глуси я помню джон маклафлин такой гитарист но и впечатлили не только гитаристы я услышал фортепианную музыку мне понравился очень шопен рахманинов чайковский а сколько времени понадобилось для того чтобы ощутить первые результаты у меня это произошло сразу когда мне сестра показала два аккорда для минор ми мажор я их тут же выучил выучил песню простеньку и сыграл ребятам во дворе у них была такая реакция восторженная меняет сразу зацепило то есть я начал так исчезлавия заниматься этим то есть первый импульс был такой чтобы как всем это понравилось только потом когда я стал уже этим как-то серьезнее заниматься я вдруг почувствовал какая-то как магия как это происходит что-то происходит сегодняшнее время на концертах ты чувствуешь что энергетику которую передает зал да чувствую но все зависит от собственной энергетики для меня это как общение наверное когда ты можешь что-то рассказать людям и если есть что рассказать то и отклик сразу чувствуется а как вот вообще удается настроиться на нужную волну перед выступлением ну я понял что настраивается не нужно что приходится нам да всё просто происходит само собой и все но я знаю просто одну вещь что если ты уверен в том что ты делаешь то и публика это воспримет и не нужно стараться что-то навязать публике потому что если ты расслаблен то она уверенность она присутствует просто само собой если тебе чуть-чуть даже не важно что будет происходить уверенность просто есть что в любом случае все будет хорошо во всяком случае я Я просто постараюсь всё сделать для того, чтобы было хорошо. А как оно пойдёт, так пойдёт. Уважаемые радиослушатели, откроем вам небольшой секрет, что у Михаила есть свой сольный диск. Давай мы нашим слушателям расскажем о том, что это за диск, что за песни в него включены. Это инструментальная музыка. В этом диске девять композиций разного плана. Есть какие-то вещи более классические, есть более этнические, ну, как мне кажется, русского характера, этнические. Есть что-то джазовое, есть что-то от рока. В общем, намешано всё. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все собственные сочинения Что-то я там написал лет пять назад А что-то вот мне уже надо было срочно заканчивать его Этот диск не хватало одной вещи Я прям сочинил ее в течение полутора часов во время записи и записал А что это за вещь? Это прелюдия самые первые вещи на диске Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok И после этого конкурса гитаристов Я уже решил поступать в училище Вот как-то все так это завязалось Я вот насколько знаю ты еще выступал с Малининым Да, с Александром Малининым я выступал В начале своего пути творческого ты предполагал То, что когда-нибудь будешь играть на большой сцене с именитыми мэтрами Не то, что я предполагал, мне этого хотелось Почему вот именно классическая гитара, почему не электро? Ведь у электрогитары гораздо больше возможностей, даже в плане тех же эффектов Мне классическая гитара ближе, даже вот по ощущениям телесным, как-то мне ближе вот эта упругость струн, именно нейлона, не металла, а нейлона И звуковой диапазон, мне кажется, что он больше, чем у электрогитары То есть можно сыграть тихо, можно сыграть очень громко У многих музыкантов есть своя любимая коллекция гитар Есть ли у тебя такая? У меня гитар, наверное, штук семь Из них таких хороших инструментов действительно два всего Это оба инструмента одного мастера из Латвии Максим Цукер, такой замечательный мастер То есть это инструменты ручной работы? Да, это мастеровые инструменты А чем вот принципиально отличаются мастеровые инструменты от заводских? Ямаха делает очень неплохие инструменты В чем вот принципиальное различие? В звуке различия, в ощущениях тех же тактильных Ну, инструменты фабричные, они более, мне кажется То есть есть, конечно, классные инструменты, но они более такие туповатые Мастеровые инструменты, если хороший мастер То гитара, она можно сравнить с машиной Когда есть машина, вот такие мощные Которая тебя провоцирует нажать на газ Так же и гитара Ее берешь в руки, тебе хочется начать хулиганить Вот она тебя прямо подталкивает Мастер-класс «Мастер-класс» Михаил, давайте попробуем с вами сравнить, например, Европу и Америку Все-таки, мне кажется, в Америке у них и школа другая музыкальная У них и менталитет музыкальный другой А в России, мне кажется, может быть, это как-то менее кому-то интересно заниматься инструментальной музыкой Ну, наверное, да В Европе, в США проще найти слушателя Но я просто знаю, что в Европе люди с удовольствием ходят на концерты инструментальной музыки И это часто происходит, и много людей приходит У нас чуть по-другому ситуация обстоит Вот засели вот такой попсы, извините за это слово, такой дешевый Факт в том, что люди это слушают И здесь, наверное, нельзя как-то сваливать все это на вышестоящих людей На государство, то, что все это показывают по телевизору Ну, если человек это принимает, ему нравится, то принимает Как это объяснить, я не знаю Хотя у нас богатая культура И тому примером композитора наши Чайковский, Рахманинов, Востровинский, Скрябин Может быть, это связано, не знаю, там, с советским периодом Когда все запрещалось и была только классическая музыка Это тоже, наверное, неправильно Когда не было доступа к русскому фольклору, настоящему русскому фольклору Не советскому продукту, вот, то, что мы привыкли слушать Там балалайки, баяны, вот все вот эти оркестры русских народных инструментов Это все-таки не то, а это вот больше советский даже фольклор Может быть, это связано с этим Что когда Советский Союз развалился, вот, как-то понесло не в ту сторону А как вот в нынешнем обилии музыки человек может выбрать что-то достойное? Вот все мы пользуемся интернетом Но в этом обилии очень легко потеряться И вот есть ли у вас какой-нибудь совет, как не заблудиться в этом огромном лесу? Совет простой, наверное, слушать внутренний отклик Если нравится, происходит какое-то раскрытие у тебя То это то Других рецептов, не знаю А вот на ваш взгляд, то, что у нас в музыке сейчас такая ситуация Может пробиться любой начинающий Без продюсера, без всего Есть тот же самый интернет, куда можно выкладывать свои произведения Вот именно это явление не породило ли столь огромные полосты некачественной музыки? Мне кажется, дело только в личной ответственности То, что касается качества Только личная ответственность Другое дело, что начинают люди заниматься этим, которые не должны этим заниматься У них нет к этому способностей Хотя, с другой стороны, ну почему нет? Если нравится действительно Да, если нравится, почему нет? А ты вот чувствуешь, ощущаешь, как вообще приходит музыка в голову? У меня это связано с инструментом больше Я в этом смысле не могу даже назвать себя музыкантом В плане того, что у меня вот звучит музыка без инструмента Я беру в руки гитару, нажимаю аккорд И у меня рождается какой-то отклик И какое-то чувствование, что должно быть дальше Вот у меня вот так происходит А удается ли писать какие-то новые музыкальные произведения в гастролях? Ну, на гастролях тяжеловато Потому что все-таки, чтобы заниматься, надо какое-то включение в инструмент А для этого все-таки нужно время Не 40 минут, а часа 3 Чтобы глубоко погрузиться И чтобы было время в этом пространстве поплавать, повариться А что вот для музыканта более важно и, может быть, более любимо? Это игра по уже прописанным нотам или импровизация живая? Вот когда создавался дебютный альбом Там были все партии прописаны? Или же это в некоторых моментах была какая-то импровизация во время записи? Ну, некоторые вещи, да, это чистая импровизация Ну, вот как прелюдия То есть это нельзя назвать импровизацией прелюдию Но это было вот сочинено вот буквально тут же И есть там вещблики Это вот чистая импровизация Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 ДагоTorzok ДimaTorzok ДDOC Музыку сразу, не готовиться к ней, потому что это занимает много времени, и это лишнее. Вот я сейчас понимаю, что это лишнее. Надо делать сразу музыку, вот в настоящий момент, именно сейчас, не откладывая. Тогда происходит вот что-то плодотворное. Бытует мнение, что уже все сделано, что нот всего семь, что придумать ничего нельзя. Вот я хочу, чтобы вы здесь и сейчас в прямом эфире развеяли этот миф. Вот человек есть один, да? Ничего нового быть не может. Но, с другой стороны, каждый человек индивидуален. И вы, и я. И причем повторений быть не может. То есть вы такой один. И повторения вообще исключены. Их не было и не будет никогда. Так же и со всем остальным не может быть повторений. Я думаю, что мы на этой позитивной ноте завершим нашу беседу. Мы вас благодарим, Михаил, за то, что вы согласились прийти к нам в студию. Пожелаем нашим слушателям искать и находить хорошую музыку. Ну и пожелаем вам, конечно же, успехов. Спасибо вам большое. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok